Добрый день! Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Квадрат» Дмитрий Синочкин. Сразу хочу уточнить, программа «Квадрат» не имеет непосредственного отношения к порталу «Квадрат.ру», хотя, конечно, по теме мы родственники, никаких сомнений. Сразу хочется прокомментировать прозвучавшие новости. Вот как-то странно, как есть проблемы со сменяемостью власти сразу в кольце врагов. Вот взаимосвязанные вещи абсолютно. Ну и, конечно, про цены на жилье нельзя обойти эту замечательную московскую новость. Про 2,5 миллиона за квадратный метр у нас тут недавно вышел проект на Каменном острове. Там гораздо скромнее всего, всего по миллиону за квадратный метр. Ну, собственно, и Петербург, и столица. И мы, кстати, посчитали вот этот вот Каменноостровский проект. Покупать очень просто рассчитывается. Берешь квадратный метр площади и в два слоя выстилаешь пятитысячными купюрами. А вы провели такое исследование? Мы посчитали площадь купюр. Это не так сложно. Чувствуется, у вас было свободное время. Если вы думаете, что я выкладывал миллион пяти тысяч, таки нет, к сожалению. Я не отношусь к категории этих покупателей, хотя и жаль. Итак, у нас сегодня суровая, брутальная мужская компания. Антонина Асанова сегодня на срочном выездном задании. Зато в студии сегодняшний гость Фонтанки, генеральный директор компании «Леонтьевский мыс» Игорь Викторовиченков. Игорь Ильич, добрый день. Здравствуйте. Рад приветствовать вас на Фонтанке. Вас, наверное, можно поздравить. Подходит к финишу проект «Леонтьевский мыс». Да, мы завершаем уже на финишной прямой. Сдаётесь в этом году, в начале следующего? Ну, вот это грань такая. Следовательно, я не буду загадывать уж так. Хочется в этом году. Документы подадите в этом, а уж когда там зарегистрированы. Да, да, да. Не, мы с документами уже давно-давно работаем. Следовательно, здесь уже вопрос всех тех технологических подписей и так далее. Вот такое. Но проект масштабный, проект значимый. И, по-моему, он оказался несколько более долгим, чем мы с вами предполагали лет 8 назад, что ли? Вот когда впервые встречались по этому проекту. Впервые, да. Но мы тогда не начали строить. Мы начали смотреть, потому что начался тогда кризис. И мы сразу же остановились, получив разрешение. Мы получили его первое разрешение на строительство. Мы получили в июле 8 года. В августе начался кризис. И мы ничего просто не начали, потому что было понятно, что кризис какой-то такой большой, непонятный, ни в сроках, ни в чём. Соответственно, по формальному признаку считать, это у нас 8 лет. Но мы 3 года ничего не делали. Просто там смотрели на проект, улучшали как-то там. Да, работали чуть-чуть с фундаментами, с геологией, с этим вопросом. Так это более основательно. У нас хорошо было под разрешение. А реальное строительство мы всё-таки начали уже в 2012-2013 году. Когда вы начинали, там, в принципе, была такая бескомпромиссная промзона вокруг. Ну вот, Лэковский проект рядом был, и Премьер-Палац параллельно с вами подстраивался понемножку. Тоже там со сроками были проблемы. И Петровский остров вовсе был в небрежении, запустении. Так на него было жалко смотреть с ваших обзорных точек. А сейчас там тоже формируется вполне себе престижный кластер. Это ваш проект дал толчок развить территорию? Или это объективно сошлось? Я думаю, что здесь всё-таки на себя так вешать все медали не стоит. Всё-таки есть объективная реальность. Но то, что каким-то ускорителем здесь, если так можно сказать, в принятии решений, и показом того, что это место имеет свою ценность, это оказалось. Но всё-таки Петровский остров, он жил в своей жизни. То, что сейчас на Петровском острове запланировано, спроектировано, и уже начали строиться несколько сразу бизнес-классов корпусов, и элитных комплексов, это создаёт дополнительные неудобства, там транспортной панфраструктуры, или наоборот повышает стоимость вашего объекта, вашей территории? Повышает стоимость. Потому что, если посмотреть на карту, то, если смотрим, Крестовский каменный остров, это с севера от Леонтьевского мыса, с юга Петровский остров, и он вообще становится таким центром, с одной стороны, вроде как аппендикс, ни к чему не касается, никаких транзитов через него нет, а с другой стороны, окружён всё элитой, бизнесом и так далее, он становится таким в хорошем окружении, в хорошем кольце. Это да. Начинает играть роль запасного кармана каменного острова, на котором уже, конечно, строить особо-то и негде. Сколько квартир у вас получилось? По факту 400? 400. Ровно, да? 400 квартир. Так и было запланировано. В одной из первых публикаций мы сильно обсуждали, помнится, специальное помещение и приспособление для мытья лап собачкам после прогулки. Осталось в финишном варианте проекта? Ну, конечно, в качестве такой, скажем, курьёзной вещи осталось. В качестве фишки. Да, просто фишки, да. Хотя я думаю, что в проекте достаточно, если посмотреть, ну, сейчас не время для этого, но всё-таки там, я думаю, довольно-таки много реальных красивых фишек, которые мы в своё время озвучили. И могу сказать, что они явно получили развитие, потому что в других проектах они были тоже подхвачены. Я не буду называть, какие проекты, но... Как менялась цена от старта проекта к финишу? От начала продажи? Вы знаете, мы проект разбили на несколько частей таких. И была часть, которую мы просто назвали сразу же ту цену, которую считаем, что она должна быть вот как по оконечной, так и для квартир класса. И те, кто хотел купить, когда был большой выбор, они её покупали, и покупали именно по той цене, которая близка к сегодняшней. Сколько сегодня? Сегодня это в районе 500 тысяч рублей за метр квадратный. И есть квартиры, которые, да, конечно, росли. Ну, росли вместе с проектом, потому что мы в конечном итоге находимся в рынке, и мы должны следовать курсам рынка. Мы не можем всё делать. Мы какую-то часть выделили, а вот остальное всё-таки пошли. Потому что покупатели вот этот, ну, скажем так, квартир класса А, они и не покупают там в начале. Это очень редкие из них, которые готовы вложиться на стадии строительства. Они в основном, когда дом готов, они всё понимают, они говорят, не важно, что я заплачу больше, но зато у меня есть гарантии, и не нужна мне головная боль. Да, это верно. Да, есть те покупатели, к которым мы все в основном относимся, которые говорят, проект понятен, это понятно, то понятно. Следовательно, сосчитало риски, почему бы не войти чуть раньше и тем самым не сэкономить. Ну, вот был такой теоретический и практический спор между аналитиками, можно ли считать элитным проектом 400 квартир. В принципе, вы ответили, часть квартир относится к категории А, часть к категории Б, да? Знаете, вот я даже сейчас скажу так, открою секрет, который мы выйдем этой весной. Этой весной. У нас есть отдельно стоящая секция, это просто отдельно стоящее здание, вот оно самое такое видовое. Мы его выведем как такой клубный дом, потому что это всего 30 квартир. Там в каждую квартиру лифт, свой паркинг отделённый. Следовательно, оно всё внутри Леонтьевского мыса есть клубный дом. И также ещё, они и входы отдельные, с своими зонами и так далее. В своё время была заявлена Марина, причал для катеров осталось в проекте. Да, да, и более того, могу сказать, что я думаю, что перед Новым годом мы уже выйдем с информацией, потому что у нас сейчас на регистрации причальные все эти сооружения, на регистрации, чтобы они были в собственности. И часть акватории будете арендовать, да? Ну, конечно. Ну, со всеми, дальше уже начнётся вся эта технологическая вещь, но причальные сооружения будут в собственности. Соответственно, можно дальше уже двигаться более внятно и понятно. А платить за причальные сооружения будут только владельцы катеров или все жильцы дома? Нет, нет, нет. Я считаю, что всякого средниловка, это всегда плохо. Если ты пользуешься этим сервисом, то им пользуешься. Соответственно, есть сервисы, которые, ну, всегда есть, ну, грубо говоря, ты не можешь сказать, я не хожу там, да-да-да-да, через тёплый подъезд, мне неважно какое. Ну, ты всё равно должен платить за освещение в подъезде там или ещё что-то. Это понятно там. И есть и вещи, которые, почему я должен за них платить. Ну, мы же никто не спрашивает, что у нас рядом с домом есть парковка, давайте на всех разбросаем стоимость стояния на этой парковке. Всё-таки есть машина, ну, плати за неё. Катер, я думаю, что это всё-таки ближе вот к этому. Наверное, да, наверное, так. Хорошо, ну, у вас, вот, в основном застройщики у нас люди специализированные, более или менее. Строят жильё примерно одного формата типа, там, в разных локациях. У вас очень большой разброс. У вас есть завершённый проект университетский Петергоф, да, это многоквартирный, нормальный дом, комфорт-класс в Петергофе. Есть Коломяги Эко, небольшой малоэтажный домик, Коломягах. Три дома. Да, ну, жилой комплекс. И сейчас, насколько я знаю, у вас есть перспективная площадка и вовсе даже в Ленобласти. Вот об этом проекте, который в Лебяжине, давайте несколько слов. Почему Лебяжье и что за проект? Ну, во-первых, я считаю, что юг города, вот особенно вот эта зона до Соснового Бора, она... Всё-таки юг области уже. Ну, да, юг города-область. Область, но с юга города, она явно недооценена. И этому есть исторические, ну, скажем так, мотивы этого, потому что север, он когда-то был югом Финляндии. И для них это было просто вот место, где они отдыхают, их ривьера. И это так и пошло и дальше, и по сегодняшний день. Юг Ленобласти, это всегда было, ну, чуть ли не Чукотка какая-то, да. И сейчас, сейчас развитие города и всё это, мне кажется, инфраструктура, и та кольцевая, которая прошла, вот это вот всё, они постепенно приведут сознание к тому, что на самом деле места-то ничем не хуже. Боры такие же, сосны такие же. И в конечном итоге... А козёр поменьше. Да, да, да. Если брать только во времена Петра Первого, он больше ценил юг, потому что север был под шведами. И потому Петродворец был там. Царская фамилия тоже на юге предпочитала себе. Они там дальше шли, потому что всё-таки ещё было, что Нева — это ещё и граница. И граница иначе была очень близко. И здесь, ну, чтобы всё-таки у тебя было время. Кстати, здесь это было связано ещё и с этим, я думаю. Я из-за этого, например, могу сказать, что Леонидский мыс — это же место, где стояли первые полки. И рядом там, где сейчас находится школа специализированная, она поставлена на фундаментах старой церкви, которую открывал Пётр Первый. Это вы сейчас неосторожно сказали. Сейчас нам геоп зацепится за археологические памятники. И весь процесс задачи приостановится. Не-не-не-не. Это стоит на Новоладожской школе. Хорошо. Это далеко, ну, рядом с Леонидским мысом, но всё-таки. Потому что форпост был там. Не с юга надо было защищать, а с севера. Вернёмся в Лебяжье. Что сейчас представляет собой этот населённый пункт, просто не все знают. Во-первых, это исторический пункт, потому что там это всегда было, место лоцманов. А, лоцманская школа. Лоцманская школа, да. У них есть, да, у них есть своя история, своя церковь, своя школа была. А, по-моему, даже две там церкви. Да-да-да, их две, да. Своя школа была. Это всё было историческое. Лоцманы всегда ценились с времён Петра. А они там с этих времён и были. Потому что именно туда выходил Петровский канал как раз. И здесь, и сейчас, напротив Лебяжьего, находится как раз место отстоя кораблей, которые ждут, когда войти в фарватер. Или там под открытие мостов. Или просто пройти по фарватеру. Потому что у него всё-таки одностороннее практически движение для больших кораблей. Вот это вот весь момент. Следовательно, здесь есть хорошая история. Хорошие песчаные пляжи. Есть ли здесь хороший спрос? На сегодняшний момент, я считаю, что никакого там, ну, назовём, бума, даже на сегодняшнем уровне рынка, там, разумеется, нет. Но востребованность, то, что мы смотрим, для того небольшого проекта, который мы делаем, она достаточно. Небольшой — это 100-150 квартир. Да, порядка 130 где-то квартир. 130 квартир. При этом половина квартир, они с видом на воду, на как раз корабли, на фарватер, следовательно. Ну, такое есть хорошее дополнение. Вся инфраструктура там есть, потому что это в самом центре посёлка. Все магазины, там, школы, там, детские сады и так далее. Всё вот это вот администрация там. Рассчитываете ли вы на петербургцев или на жителей Соснового гора преимущественно? Качественные покупатели? Всё-таки больше рассчитываем на то, что это более местное. Местное. В основном на местных. Да, 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 да. И, конечно, будем говорить в Петербурге, но мне кажется, что из Петербурга не так много будет. Ну, какой-то процент мы возьмём, но это всё-таки немного. Возможно, если Лебяжье удастся сделать курортным местом. Близость Лаяс не настораживает, не пугает? Нет, конечно. Ну, во-первых, в самом Сосновом Бору идут колоссальные строительства. А это уж всё-таки от него там порядка где-то 25 километров. Ещё более так, я бы сказал, для людей Соснового Бора здесь тоже хорошо жить. Потому что, ну, работа одно, а 25 километров без светофоров проехать ничего не стоит. Я так понимаю, что фоновые значения там низкие по-любому. А если не фоновое, а что-нибудь грохнет, так это и Петербургу мало не понравится. Вот именно, да. Это уже без разницы. Согласен. В какой стадии проекта? Когда вы ходите на площадку в продажу? На площадку мы выйдем весной, ближе к маю, так вот, май месяц. И я думаю, что где-то в это же время выйдем, ну, может, в июне месяце. Где-то в это же время, наверное, выйдем и на продажу. И как вы оцениваете перспективы рынка? У нас тут много всяких законодательных событий. У нас тут нормотворчество всяческое зашкаливает. И мы как раз попадаем на поправки 2014-й, на новый закон о регистрации. И все это как раз первое полугодие будет происходить. И, насколько я понимаю, оценки девелоперов, с которыми мы говорили в предыдущих программах, по некоторым таким наблюдениям, рынок сейчас идет все-таки на спад. Ну, общее пока еще на спад идет. Это да. Но мое ощущение, что вот идет вот этот перелом в экономике. Это моя оценка, еще раз. Перелом в какую сторону? Моя оценка, это идет все-таки уже в плюс. Начинается. И вот это вот движение, оно все-таки приведет, и то вот кропотливая работа, не буду комментировать, там, да, против, Центробанка, по поводу того, чтобы снизить все-таки наши вот эти инфляционные вещи, стоимость денег, она вот-вот начнет давать свои плоды. Потому что пока идет это вот движение, оно всегда очень тяжелое. И оно всегда идет через то, что ты то, что было, потерял, то, что новое еще не приобрел. Вот этот вот переходной период, он всегда тяжелый. Всегда надо дотерпеть. Я понимаю, но вот мы только что слушали новости, и в новостях в разговоре о парковке прозвучала замечательная цифра, предполагая повышение цен на парковку полтора раза, ориентировались на индекс потребительских цен. Если я правильно понял, у вас потребительские цены выросли на 50%, да? Так написано в сообщении, на которое ориентировались те, кто предложили поднять тарифы. Давайте все-таки мы будем придерживаться текста. То есть официальная инфляция по росту 6%, а индекс потребительских цен при определении стоимости парковки почему-то 50%. И здесь какая-то коварство. Я могу процитировать еще раз, чтобы было, значит, несмотря на постановление главы города о новых возможных тарифах, согласно постановлению подписанного Павла Тавченко, плату за стоянку можно повысить в полтора раза. Чиновники утверждают, что это учитывает индекс потребительских цен. Учитывает индекс, отличная формулировка. Вот, и сегодня... Ну, никто же не сказал, да, какой процент здесь индекса. Сегодня утром был завтрак в компании Best, деловой, посвященный ресторанному бизнесу. И там мы рисовали очень интересных два графика. Один зелененький вниз, это доходы граждан, а другой красненький вверх, это динамика открытия элитных ресторанов, ресторанов достаточно дорогих. То есть чем ниже доходы граждан, тем больше открываются дорогих ресторанов. Что это за зависимость такая? И еще буквально вчера я встретил реплику одного из девелоперов, хороших о том, что элитный сегмент вообще не зависит от уровня доходов граждан. Это особая история отдельная. От политики зависит, от макроэкономики зависит, но не от уровня доходов. Да нет, он тоже, конечно, зависит. Просто у него зависимость не настолько прямая. Нелинейная, да? Конечно, нелинейная и, скажем так, с большим ТАУ-задержкой. Следовательно. Про ТАУ-задержку подробнее, пожалуйста. Вопрос такой. То, когда начинается вот этот спад в экономике, те, кто живут на зарплату, и у них реальные доходы уменьшаются, это ощущение происходит здесь же и сразу же. Те, у кого есть, скажем так, жирок финансовый, они не хотят менять то, что у них есть. И они до какого-то времени или терпят, или, может быть, меняют, но в каких-то вещах, которые почти незаметны. Следовательно, у них время отклика на создавшую ситуацию, оно дольше. Какая будет базовая стоимость квадратного метра в вашем проекте в Лебяжье? Мы оцениваем, чтобы в среднем получилось в районе 60 тысяч. Начнем где-то с 50. То есть почти в 10 раз, в 10 раз ниже, чем Леонидовский. Да, да, да. И это внутри относительно небольшой группы людей, которые все-таки способны и готовы покупать жилье. Разница в 10 раз. Да. А способны и готовы покупать жилье, но не более 20% населения, верхняя доходная группа. Вот это расслоение создает какие-то проблемы для рынка? Или просто каждый выбирает по себе и не особо заморачивается? Я думаю, что здесь все-таки каждый по себе, потому что, мне кажется, мы, когда рассматриваем рынок и покупатель, мы не должны смотреть только на питерцев в общем виде. Потому что все-таки Питер, как и Москва, еще несколько городов, они абсорбируют платежеспособное население и из других регионов, и там из сельской местности и так далее. Работают пылесосом. Да, работают пылесосом. Что на самом деле архиплохо с точки зрения… Нет, с точки зрения как девелопера в Санкт-Петербурге это хорошо, а с точки зрения ситуации в России это плохо. Да, конечно. Концентрация у нас тоже получается. Моногорода просто… И потом вот мы получили коэффициент 10, ну вот, к примеру, да. Но это между соответствующими там какими-то слоями. Вообще есть одно из таких выражений, что когда 10% самого бедного, 10% самого богатого части населения страны, между ними коэффициент равен 18 и выше, это приводит к революционной ситуации. Мы находимся… Мы даже от 15 начинали. Мы находимся… Да, да, да. Мы находимся очень близко к этому, и это не есть хорошо. У нас особый путь и особые скрепы. Нам разница и в 25 раз ни почем, судя по некоторым реакциям. Молодцы. Тем не менее, если я правильно понял вашу стратегию, вы рассчитываете, что какие-то стабилизирующие моменты в экономике уже видны, что удешевление денег произойдет, и для экономики это будет хорошо, и вы рассчитываете выйти со своим проектом в тот период, когда большинство остальных девелоперов новые проекты не выпускают или сокращают, или примораживают. Ну, судя по динамике, у нас было там 5 миллионов новых проектов в 2015 году и всего 3,5 миллиона в 2016 году. Наша оценка такая. Вот я уже сказал, что мы где-то в мае, в июне только выйдем. Следовательно, вы совершенно правильно сказали. Нужно время для того, чтобы осознать, как трактуются новые комментарии, законы, вот эти 214 и так далее, что происходит, и отсюда делать дальше стратегию. Второе. Все-таки Лебяжи — это небольшой проект. Там миллионник или там стотысячник и дальше. Это небольшой проект, тестовый, для того, чтобы правильно входить в рынок дальше. Следовательно, мы обкатываем здесь то, как должно быть все-таки дом, и мы предлагаем новую концепцию. Обкатываемся новый формат, чтобы потом тиражировать. Да. Ну, если это малоэтажка, а это малоэтажка. Это малоэтажка, да. Значит, первый этаж с полисадничками и верхними страсами. Да, да. То есть те кайпушки, которые могут привлечь… Да, да, да. Где уровень пола на нулевой отметке, чтобы ты мог из квартиры выехать в свой полисадник. Выехать. Даже на коляске. Нет, выехать на коляске. Все это мы считаем, что первый этаж, может быть, все квартиры использованы для, например, малоподвижных групп. Просто малоподвижные группы все поехали покупать. Ну, всегда найдется. Найдется. Конечно. А это уже, если в пятиэтажный дом, то, извиняюсь, это уже 20%. По вашим ощущениям, на сегодняшнем рынке есть резерв? Есть какая-то возможность для повышения цен, если будет расти себестоимость? А она будет расти? Это ножницы на самом деле. Это ножницы. И здесь помощью может быть только удешевление денег. Потому что, если правильно сосчитать, то удешевление денег с 13-15% до, грубо говоря, 10% приводит к уменьшению платежей в два раза. Оно здесь не совсем линейно, потому что иначе у нас так получается платежей по ипотечным. И это резко тогда привлечет новую массу. Вот здесь вот… Вы так считаете главным драйвером ипотеку? Да, я считаю главным драйвером ипотеку. Ну, по официальным данным, у нас ипотечные кредиты выплачивают около 10% населения. Это мало? 10% населения. Ну, 10% домохозяйства. На сегодняшний момент, и вообще, если брать так, это мало. Считаю. Это мало. Я думаю, что это должна быть стратегия у страны, у правительства, для того, чтобы доводить это там 20-30%. Потому что, на самом деле, ипотека говорит о том, что молодая семья, она начинает уже жить в нормальных условиях. Следовательно, шансов на то, что они разведутся из-за бытовых проблем у них стало меньше. Следовательно, это такая стратегия. Вы тоже считаете, что ипотечный договор надежнее брачного? Я бы сказал, что психология просто меняется. Потому что не всем удобно и хорошо жить там с родителями, многоквартирной, там, ну, я имею в виду, когда несколько поколений одновременно и так далее. Это все-таки накладывает свое, особенно в наше вот это вот время, которое вот последние там 20-30 лет произошел колоссальный сдвиг. Потому что, посмотрите, вот что было там, я беру там начало 20-го века, 19-й век. Берем бабушка, там, мама и дочка. Они жили в одном времени. Они жили в одном времени, у них одинаковые цели, одинаковые понятия, одинаковые возможности. Возьмите сейчас семью. Они вообще просто, один живет в виртуальном мире. Они говорят на разных языках. Следовательно, мы попали вот на этот перегиб такой, когда ты их соединяешь в одну квартиру, а это, в принципе, как будто там три разных страны живут, только временные. Была такая у меня бизнес-идея строить виртуальные квартиры, рассчитываться за них виртуальными деньгами. Конечно. Это очень компактно можно сделать. Посмотрите, какая ерунда получается. У нас все равно есть жесткая и неприятная кривая падения среднего уровня доходов населения. У нас есть дикое расслоение не только по стране в целом. У нас по отраслям то же самое. Ну, буквально вчера там на одном из блогов были расчеты Миркина. Ну, допустим, по условной больнице. Вот там 50 человек работников получают по 20 тысяч. И главврач больницы получает миллион. Средняя зарплата по больнице 40 тысяч. Медианная кривая у нас плохая. У нас низкие доходы. В результате получается много квартир, 20 метров, 25 метров, чтобы хоть как-то вписаться в бюджет, который молодая семья может себе позволить. При ипотеке на 20 лет. В данном случае я не совсем согласен с той постановкой вопроса, что квартиры должны быть всякие разные и так далее. И давайте сделаем их, хоть там уже появились вроде 18 метров какие-то. Страшно не 18 метров, а страшно, когда студии составляют 100% квартирографии. Да, 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 да. И вот это вот все, это, по-моему, государство просто отошло от своей роли регулятора, что оно должно делать. И мы получаем, ну, залазим в очередные, ну, назовем это хрущевки. Наше время это уже будут не хрущевки называться. А вы полагаете, надо законодательно запретить строить меньше 25, например? Ну, я считаю, что запрещать вообще ничего нельзя. Это неправильно. А вот облагать соответствующим, там, я не знаю, налогом или, например, у нас сейчас идет расчет какой? У нас идет расчет на количество квадратных метров. Например, машина мест или там детских мест и так далее. А 20 метров в квартире ты вовсе не платишь. Вот именно. А получается, что нужно-то брать, если ты разбил, нарезал, извините меня, более мелко, так ты тогда и сделай больше машина мест. Сделай тогда больше детский сад, потому что на самом деле там и реально будет больше жить людей. Иначе ты получаешь такой муравейник. И это будет тогда останавливать. Ну, тогда будет приходить, так надо это все-таки или не надо. И это будет уравновешиваться. Это нельзя запрещать. Нужно, чтобы экономически было тебе выгодно или невыгодно. Бизнес должен не на запретах работать, а на том, что ему выгоднее делать чуть по-другому. Я бы совсем с вами согласился. Есть, к сожалению, еще один неприятный показатель. Снижение доходов в среднем по стране от предпринимательства. Ну, несколько лет назад это составляло, по-моему, 9%, 8,9%. Сейчас снизилось до 6% с копейками. 6% с копейками. У нас снижаются доходы от частного предпринимательства. Что у нас сколько открывается малых предприятий, столько же и закрывается. Этот показатель или не растет, или падает. Но растет армия бюджетников, людей, зависимых напрямую от государства, от зарплаты, от этих доходов. Это очень плохая тенденция. Очень плохая. И здесь, по-моему, все еще не определились, скажем так, наши элиты. Мы все-таки строим коммунизм или капитализм. Потому что, когда мы строим… Они себе коммунизм построили, вы бросьте. Там все в порядке. Когда мы строим, если мы хотим строить реальный бизнес, чтобы люди могли сами устраивать свою семью, я не понимаю, зачем тогда все объединять, укрупнять и так далее. Ну и, конечно, второе – это то, что у нас, скажем так, многие функции идут от того, чтобы утрировано. Ну, к примеру, там новый глава приходит, ему говорят, твоя главная задача, чтобы меньше там коррупции было, воровали и так далее, платили все налоги. Через год к нему приезжают и говорят, ну как? Он говорит, у меня все налоги платят, у меня недоимка ноль. Он говорит, это как? А я всех закрыл. Да. Это очень такой популярный метод. Да. И вот это, конечно, не тот у него интегральный показатель. Хорошо. Небольшие, компактные, легкие проекты, наверное, действительно имеют больше шансов и менее рискованные в нынешней ситуации, чем огромные комплексы на много тысячи квартир. У него еще есть одно, потому что мы стараемся себестоимостью и всем этим подойти к тому, чтобы это можно было делать еще и на социальный заказ. То есть в рамках госзаказа еще? Либо под аварийку? Да, да. Потому что то, какое вы говорите, вот движение рынка, если оно не изменится, то все большую и большую долю на рынке будет составлять госзаказ. Это мы опять-таки возвращаемся к тому, мы все-таки строим коммунизм или социализм. Государство будет выделять на это деньги? Оно будет выделять, потому что ему надо социальную. Но лучше бы, чтобы оно выделяло другим методом, через людей, через ипотеку, когда они ответственны, чем просто выдавало что-то. Да, конечно, распределительной системе не хочется, даже если это касается жилья напрямую. Совершенно. И последний, наверное, вопрос. Вы ведь по-прежнему почетный консул Мальты? Да. Для чего? Что это дает для вашего девелоперского бизнеса? Нет, ничего не дает. Ничего не дает. Совместных проектов нет? Нет, нет. Мальта довольно-таки маленькая страна. Хотя она является... Хоть бы такое? Нет, ну меня выбрали. Это почетная, ну оно в этом смысле почетная такая должность. Следовательно, я представляю интересы, если здесь требуется, помогаю тем мальтейцам, которым требуется помощь здесь в развитии бизнеса. Могу сказать, что сейчас, конечно, времена тяжелые, потому что, ну, вот это вот общеевропейские, вот эти санкции и так далее, а Мальта — это и евро, и шенген. Следовательно, они должны идти в Парватере со всеми здесь, хоть они и дружны. В данном случае могу привести хотя бы тот пример. Помните, там был случай с нашим кораблем, который из Норвегии там что-то вез и так далее, он оказался под мальтийским флагом, и там на Западе шла просто колоссальная борьба за то, чтобы Мальта его не приняла, чтобы он так и болтался в водах. Но за одну ночь они его приняли, показали, что там ничего нет, и вся эта информационная борьба закончилась. Могу сказать, что тогда это был такой... На правительственном уровне, на уровне МИДа, это был очень такой мощный, дружественный шаг со стороны Мальта. Хорошо, Игорь Ильич, желаю успеха вашему проекту. За Лебяжьим будем наблюдать внимательно, за финишем Леонтьевского мыса, конечно, и надеемся, что действительно в районе Петровского острова Ждановки будет формироваться новый такой симпатичный кластер, открытый для горожан, в отличие от Каменного острова большего части, и более дружелюбный. Спасибо. В эфире был Игорь Онаков, генеральный директор компании Леонтьевский мыс. Да, и хочу всех с наступающим Новым Годом, потому что он уже близко, и в наших мыслях он уже Новый Год. Практически, да. Всего доброго, в эфире была программа «Квадрат». Встретимся через неделю.